Подъезжаю к озеру Балшоя Олбита, на мотоцикле снимать одной рукой не смогу, не очень ровное поле. Сейчас подъеду, покажу ближе. Местный подъезд называется Рыбачий пирс, раньше он здесь был, в данный момент его нет, потому что его весной утащило льдом. Рыбаки любят здесь приезжать, накачивать свои лодки и катера и рыбачить на спиннинг удочку. Ну, кое-кто еще любит браконьерничать с сетями. С сетями у нас здесь борьба идет в полную. Вытаскиваем, сжигаем. В озеро впадает одна река, вытекает другая река. Здесь слева от меня озеро, по-моему, Александровское называется. Из нее вытекает Балшоя Олбита река. Из Балшоя Олбита вытекает река Нища, которая пересекает трассу на Белоруссию. Насколько я знаю, здесь водится Шнас Витрэп. Самая экзотичная это уклейка для озера. И также пескарь встречается. Попадаются налимы, иногда лени. И, причем, с берега ловится это все. Впереди меня плещутся на волнах две уточки. Вот такие поляны. Впереди виднеется крыша общего дома, который у нас строится на общие деньги поселения Чистонеба. Извиняюсь за качество съемки. Снимаю без штатива с рук. Плюс еще встречный ветер. Микрофона с собой нет. Впереди полетбольная площадка. Вокруг дети резвятся. Вот вам покажу общий дом, который строится. Как я говорил, на общие деньги поселенцев. Ну вот впереди у нас та самая сцена, на которой проводился праздник десятилетия поселения Чистонеба. Вот это общая беседка, где собираемся в дождливую погоду, потому что пока еще нет общего дома. В будущем будем собираться именно в общем доме. Не только собираться, но планируется школа, детский сад и разные мероприятия. Дядь, поводи Родану. Поводи. Родан! Вот так вот резвятся дети. В прошлом году был снят ролик про заливку фундамента под общий дом. Вот столбики, которые были на видео. Потихоньку собирается каркас. Это крыша второго этажа. Пол пока еще не собрали. В следующую субботу запланирована, скорее всего, сборка пола. Кострича. Подставка под казан, а было запланировано под сковороду на Масленицу. сварен в Санкт-Петербурге. В Кузнице привезено чистое небо. Качели для детей. Видео при заливке фундамента под общий дом. В конце были кадры установки вот такой качели карусели для детей и взрослых. Параз и попробовал. Довольно-таки забавная штука. Вот детская качель, карусель. Сделана очень просто. Ступица жигулей. К ней приварены четыре трубки. На лужайке пасутся козы. вот та самая сцена. На ней стулья стоят для гостей. А там вдалеке правила для растяжки мышц, сухожилий для тренировки тела. Тело Кто ни разу не тянулся на правиле, советую попробовать хотя бы один раз. Великолепное ощущение тела. Правила разборная со 3003 элементов спокойно грузиться на багажник легковой машины. Можно куда угодно перевезти хоть в чистом небе, в чистом поле поставить и растягиваться. Это древнеславянское так называемое правило придумано было воинами русскими для того, чтобы растягивать мышцы, сухожилия, чтобы держать себя в тонусе. Поэтому наши воины были ловкими, проворными. Вот такой вид видно со сцены. Это общая поляна. Размеры ее очень большие. Не 10, не 20 соток примерно гектар. только на большой самолет. Не на большом я боюсь. Надо не буду. Надо � естественная подсветка в центре поликарбоната детвора уже на общем доме бегает по второму этажу шустрые ребята только что качались на качели теперь уже на крыше а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok